Доброго здоровьячка, хунту и хунтуберы! Мы из Украины. В субботу, 19 августа, проявилась вся мудрость украинской власти, вся забота о стране, все обещания и все покращения слились в едином так и в раз так экстазе. Это ж сколько нужно было принять повышающих радость бытия порошков, чтобы организовать в Чернигове, в полутора минутах подлета от границы, выставку дронов украинского производства, а потом, когда это решение привело к более чем предсказуемому результату, превселюдно начать лить слезы. Единственное оправдание такому решению я вижу в том, чтобы именно такого результата и достичь изначально. Изначально планировать так, чтобы вышло именно так. Но погодите, и в этой версии что-то не сходится. Мария Берлинская заявила вот что. Скрин на экране. Можете прочитать и после. Не суть. Первым делом подумал, что Мария какая-то очередная колоша. Но нет же. Волонтер. Занимается аэроразведкой. Много-много раз поднимала вопрос о необходимости производства дронов. То есть не могла Мария при всем моем желании быстро найти крайнего, устроить настолько бездумную показушную дичь. Ну не могла. То есть она абсолютно искренне переживает. И выходит, что ее использовали. Кто использовал? С какой конкретно целью использовал? Что вообще начинает происходить в стране, если даже люди, которых невозможно, казалось бы, обвинить в предвзятости, творят откровенную дичь? Люди, что с нами? У меня вопросов ворох и вагончик, но ни одного ответа. Прямого. Пролистав ленту Марии на ФБ, я нашел и Федорова, который лично признавался в использовании ботаферм на выборах в 19-м году, и в моей ленте, если и появится, только с некрологом, и Верещук, и Резникова, и много еще кого. Выяснилось, что разрешение на мероприятие было дано военной администрации, согласовано с городской администрацией, ибо те давали медиков и пожарных, что очень многие службы и люди дали добро. И вот сейчас я задам вопрос. А какая полицила у нас в стране получает все, что хочет, а иначе на марафоне не скажем ни слова? Обвинять? Нет, не буду. Да будет суд. Подробный. В каком-нибудь людном месте, недалеко от границы. И пусть будет трансляция онлайн. Делайте самостоятельные выводы, хунтуборы, и ведите себя так, как хотели бы, чтобы с вами себя вели другие люди. А я сегодня хочу еще вот что обрисовать. В прошлом ролике Пенса была вот такая заставка. И каково же было мое удивление, когда мне стали писать и говорить в глаза, «А ты, пенс-антисемит, так и запишем». Специально для балбесов, которые вообще не следят за происходящим, но искренне считают себя нацией, поясняю. Джидда – это город. Город. Джидда. Его еще называют Джидде. В этом городе главкультикульщик произнесся речь, в которой озвучил те призывы, которые мы обсуждали уже в том ролике. Сейчас повторяться не буду, но не о евреях. Ни тем более о нелюбви к ним я вообще никогда в жизни речи не вел. И вести не планирую. А за попытки развить эту тему в каментах буду отправлять в читателей, без права открывать рот. Смотрю, многим не имется обвинить Пенса в чертичем на ровном месте по причине недостаточного в голове серого вещества. В общем, я предупредил. Теперь вот что. О тревогах, итогах и вообще на тему. Фоном покажу ваши каменты и суммы из-под донатов. К слову, напомню, что мы снова запустили ВФП для сбора донатов. Все работает. Донаты выводятся напрямую на счет ГОВИД Луня. Есть еще банка МОНа. Есть еще карта Деда в привате. Все собранные суммы можно увидеть прямо на страничках сбора. В общем, давайте делать свою примогу сами. Без пиара и зеленых футболок. Раз никто не шевелится этим заниматься, кроме нас. О текущем моменте. Мы подползаем к традиционному осеннему оживлению политической жизни в разных странах. Британский парламент возвращается с каникул 4 сентября. Конгресс 12 сентября и так далее. Стоит навести резкость накануне. Фронт. Ситуация по всему фронту сложная. Ну, в общем, она никогда и не была простой. От двуречной до направления на криминую реально тяжело. Наши, кто держит там оборону, выполняют эпически непростую задачу. Сковывают массу, огромную массу российских войск, которые хотели сорвать планы украинского командования, но увязли. Там ничего еще не закончено. Замысел россиян забуксовал. Даже интенсивность чуть снизилась на пару дней. Но они готовят новые попытки. За это время проявилась часть результатов сил обороны Украины на юге. Есть видимая динамика на двух участках. Есть аккуратное шевеление на левом берегу Днепра. Из важного у россиян значительный рост потерь. Результат применения кассетных боеприпасов. Поток раненых на юге забивает логистику и деморализует расоккупантов. Новости о венках по всей России и временно оккупированном Крыму лиц, служивших в штабах и подразделениях материально-технического обеспечения, не только командиров. Демонстрируют, что до управления и логистики русвойск наши дотягиваются уже в рутинном режиме. Идет накопление изменений. В августе темп испарения артиллерии противника, сопоставим с показателями июня и июля, снизился темп уничтожения РСЗО и средств ПВО, но подросли цифры по выбиванию транспорта и спецтехники. Также в последние дни пошли новости о сбитых вертолетах. Сопоставимый падеж наблюдался в июне, когда Роскомандование было вынуждено срочно затыкать бреши из-за выбитой артиллерии. Сейчас и артиллерии меньше, и вертолетов меньше, а наши войска вплотную подошли к основной линии обороны врага. Все это дается ценой колоссальных усилий. На земле есть много очень разного. Но несмотря на все сложности и проблемы, наши войска владеют инициативой, в том числе потому, что мы их поддерживаем. Никаких оснований для шапкозакидательства нет, однако и для упадничества тоже нет. Наши спецы настоящие, а не двух-трехнедельные, осторожно оценивают состояние Росармии, но все отмечают враг в сильном напряжении, это заметно. Пока то, что делается, работает. Еще один сюжет, от которого наверняка вздрогнут наши северные небратья, встреча украинского командования с американскими и британскими коллегами. Со стороны Британии был главный военный от американцев, командующий войсками в Европе, он же глава сел НАТО. То есть синхронизация на высоком уровне. Если бы дела наши шли плохо, никто бы не приехал и в таком составе не фотографировался бы. С теми, кто проигрывает войну, не фотографируются. Посему повторю свой тезис. Терпение и помощь. Помощь и терпение. Избегайте в сети персонажей, которые умножают и монетизируют безысходность. От парадоза безысходности наступает выученная беспомощность и апатия, а источник внутренней энергии всем понадобится. Косвенный показатель, что не стоит впадать в уныние, а лучше делать что-то полезное. Разнобой в западных СМИ. Ну, помните, как они все довольно долго говорили о том, что надо посередине, да? Теперь часть продолжает вещать о провале контрнаступления, но параллельно вброшен абсолютно дикий тезис, что украинцы и без F-16 неплохо справляются, мол, и так цели могут достичь. Намучаются, правда. Есть реплики, что успехи украинских войск неимоверные. Картина очень неоднородная. Тональность вещателей отражает позиции разных групп влияния. Продолжать поддерживать сопротивление Украины, либо сворачивать войну любой ценой, то есть за счет Украины. Так было все эти полтора года. А нам свои роботы. Международочка. На примере визита министра финансов Германии проявилось вот что. Ключевой вопрос сейчас – долгосрочные программы поддержки. Германия цифру обозначила. Пять ярдов евровоенной помощи ежегодно до 2027 года. Планка для тяжеловесов установлена. Военная помощь, как правило, то, что у нас называется расходы развития. Напомню, что на 22-й год до радикальных изменений на развитие планировалось порядка 0,9 миллиарда евро, часть которых уже была связана с строительством корвета и другими программами. И это был самый большой бюджет развития за 30 плюс лет. То, что сейчас происходит, просто нельзя сопоставлять. Отличия на порядки. Американцы тоже обозначили цифру и подчеркнули, что при необходимости не поленятся сходить в Конгресс за добавкой. Наш посол в Вашингтоне указал о промежуточной цель. К трем инструментам поддержки, которые точно будут, ну, точно обещают, необходимо продлить ленд-лиз как четвертый инструмент. Тогда все будет более или менее устойчиво даже в год выборов. Пришел содержательный сигнал от шведов. Шведы нам очень интересны как партнеры. На уровне оборонных ведомств очень плотная работа. Еще один пакетик обозначили британцы. Заканчивают формулировать мысли другие партнеры. Мысли будут обличены в какие-то решения после сезона отпусков. Посему ближайшие месяцы крайне важны не только для обеспечения текущих задач, но и в плане закладки фундамента поддержки на годы. Лупать всю скалу надо в таком темпе, чтобы все желающие помочь смогли себя максимально реализовать. А временно нежелающие стали желающими на постоянной основе. Точка на траектории. Снаружи. Задача по ликвидации политических барьеров вокруг западного оружия решена. Доступна номенклатура от Стингера до боевой авиации. Все это проходило через стадию. Нет, это невозможно никак, никогда, ни при каких предлогах. Вообще невозможно. Забудьте. Теперь у нас стадия постоянного углубления. Количество, сроки, обслуживание, ремонт и так далее. На международном треке ключевое для нас событие – саммит НАТО в Вашингтоне. Юбилей Альянса. 75 лет. Место проведения и предвыборный контекст США будут способствовать принятию амбициозных решений. Для них должны быть созданы условия. Гарантий нет, но есть шанс. Задача по долгосрочным программам катится. Работа по созданию абриса сил обороны будущего запущена. Внутри. Если смотреть на публичные тенденции, то наведут две проблемные зоны. В обеих может родиться беда, учитывая, что чувство меры как опция и навык уничтожено под корень. Во-первых, задор, с которым даже самые ленивые начали мочить военкомов, может привести не к установлению справедливости, а к разрушению процесса мобилизации. В этой области нужны полноценные реформы. Они частично уже описаны, частично должны были быть переработаны с учетом накопления опыта и новых технических решений. Оперативные изменения наверняка будут, но полностью реформы могут быть реализованы только в мирное время, либо в период долговременной паузы. А до этого момента надо лечить болезнь терапевтически, без попадания в ногу или в голову. Во-вторых, в публичной сфере постепенно снимается неприкосновенность с армией, поскольку в обществе существует запрос на справедливость, переросший в запрос на расправы. Это клондайк для части недобросовестных правоохранителей, которые воевать не очень хотят, но будут счастливы проявить рвение против внутренних воров. Будет расти давление на все уровни командования и по делу, и когда можно подождать до лучших времен. На нижний и средний уровень за разного рода злоупотребления, а не за результаты на поле боя. Одновременно намечается радостная кампания борьбы с тыловыми крысами. Стоит помнить, что в ЗСУ тыловых крыс многие десятки тысяч. Они не популярны и в большинстве своем не безупречны, скажем мягко, но тянут циклопический объем работы. Бодрить их – это святое, но до момента, когда этот начнет пореализовать работу. Как в борьбе с недоброчестными военкомами важно не угробить процесс мобилизации, так и в процессе угнетения тыловых крыс важно не остаться без тыла вообще. То, что люди начинают более пригирчиво относиться ко всему, нормально, закономерно и меня лично радует. Но ключевое тут – разборчиво. Прежде чем подхватывать и псо – подумать. Прежде чем вывалить на подписчиков тонны и мегатонны – подумать. Думать сложно. Те, кто с каналом давно согласятся со мной, но необходимо и полезно. Важно даже в самых справедливых порывах сохранять здравый смысл. Слава Украине! Слава ЗСУ! Сробите донат и репост, если угодны. Теперь доля ролика и Украины в ваших лайках, донатах, комментах и репостах. Ставайте донаторами Пенса, то же это и будет ваш внесок в победу Украины. Продолжение следует...